26 ноября 2021 год 26 ноября 2021 год 27 ноября 2021 год Я не успел задеть вчера. Вчера я не успел рассказать вам историю о прохладе Махараджа, потому что не хватило времени. Вчера я не успел обсудить эту тему. Также история о Мамбариши Махараджа. Дурваса Мамбариши Кадха. Мы также опишем эту Кадху. И после Мамбариши Кадху мы переступим к двенадцатой песне Шримад Бхагаваты. Мы обсудим Джанвалилу Кришны. Таково расписание сегодняшней нашей Кадхи. В седьмой песне Шримад Бхагаватам Шилапаришит Махарадж задает один вопрос Шрикадеугасвами. Прешит Махарадж сказал, Ты сказал, что Бхагаван Шри Хари Он равен всем живым существам. Господь сам говорит в этой эшелоке. Я равен всем живым существам. Имеется ввиду, что я благодаря одинаковой привязанностью абсолютно ко всем. Что такое? Все для меня равны. Так же как огромное черное облако, дождевое облако. Оно не выбирает, куда проливать дождь. На землю, на горы. Облако дает дождь абсолютно всем. Так же как лучи солнца. Они также не выбирают определенных личностей, определенные места. Солнце светит абсолютно для всех, для бедных, для богатых. Поэтому неважно, брама, это шудра, разбойник, вор. Солнце светит для всех одинаково. И таким же образом бадаван. Он также абсолютно одинаково относится ко всем. Но в шестой песне о Гуру Дева, Парикшик Махараш обращается к Шукадеву Госвами. Когда ты рассказывал историю о Ритроссуре, в этом контексте ты говорил, что Господь, Он занял сторону полубогов и убил демонов. Поэтому у меня возникло сомнение. Если Господь, Он равен ко всем, то почему же Он занял все-таки чью-то сторону? И Он говорит Сараббутешу, «Нет, у меня ни друзей, ни врагов». Богован в форме Параматмы присутствует в сердце каждого живого существа. Даже в сердце маленького муравья. Богован, Он присутствует также в форме Параматмы в сердце муравья. И даже в теле слона, который имеет огромное тело, подобное горе, Господь также присутствует там, как в сердце огромного тела слона, так и в сердце маленького тела муравья. Господь присутствует абсолютно везде и повсюду. В сердце каждого живого существа. И без желания Господа даже один листик не может шелохнуться. Дживы в этом мире, они обладают огромным эго. Они думают, что я делаю, я совершаю какие-то действия, я действующий. Но это всего лишь Аханкара, наше эго. Но если, допустим, вы будете парализованы, ваша рука будет парализована, вы не сможете даже поднять стакан воды. Когда у вас есть сила в вашем теле, да. Вы знаете, есть очень сильные люди. Знаете, Дарасин – это один индийский актер, он очень накаченный. Вы знаете такой Дарасин? Знаете этого актера? Он играл роль Ханумана в романе. Но он заболел, и его руки парализовало, и теперь он не может даже шевелить руками. А он был таким сильным. И у нас у всех присутствует это эго, что я контролирую все, я могу совершать любые действия, я действующий. На самом деле это не так. Бхагаван, он присутствует в сердце всех живых существ. Это правда, говорит Шукадава Госвами. Все происходит по его желанию. И он равен абсолютно ко всем. Но однажды пришло время, когда Господь занял сторону полубогов, и он разрушил демонов. Почему же это произошло? Услышав этот вопрос от Паришита Махараджа, Шукадава Госвами Пат, он очень обрадовался. И он сказал, саду, саду. Потрясающий вопрос. Ведь если вопрос совершенный, тогда и ответ будет также совершенным. Совершенный вопрос, совершенный ответ. Услышав этот вопрос, Шукадава Госвами Пат сказал, «О, Паришит Махарадж, послушай, то, что ты сказал, это правда. Бхагаван занял сторону полубогов и разрушил демонов». Иногда это происходит. И в Бхагавадгите Кришна говорит, «Паритрана саду нам». Для того, чтобы защитить саду, я появляюсь в этом мире. «Винашачат Душк Ритам». «Душк» для того, чтобы убить демонов. Зачем я это делаю? Для того, чтобы установить дарму. Демоны, они разрушают Варнашама дарму. Они совершают действия, противоречащие ведам. Поэтому я убиваю их. Но иногда полубоги, они также совершают плохие деяния. Потому что полубоги, они находятся под влиянием Саттва, Раджа и Тамагун. Иногда полубоги, они совершают ошибки. Почему же Господь, Он защищает полубогов? И что дальше, когда Господь ответил, «О, царь, послушай». Когда у полубогов возникают какие-то трудности, или они совершают ошибки, они принимают прибежище у Господа. Поэтому Господа называют «саранагата палата». Он защищает тех, кто предается Ему. И тот, кто примет прибежище у Господа, Господь обязательно защитит таких личностей. Таково особое качество Господа. Но демоны, они никогда не принимают прибежище у Господа. Они переполнены гордостью, эгоизмом. Они верят только лишь в свою собственную силу и мощь. Поэтому Господь, Он уничтожает демонов. И описывая это, Шикадево Госвами рассказал одну прекрасную историю. «Однажды, в виде штира Махараджа, спросил Нарадариши этот вопрос. Эйвати Харикатхе, Парикшит Махараджа». Шикадево Госвами Патри рассказал только тху Парикшит Махараджу. В начале создания Брахмани, Брахмаджи, Он проявил чатур санак, санатана, санэндана и сананда. Они Манас Путра, Сыновья, зашли из ума Брахма. Их называют Манас Путра, Сыновья, которые снизошли из ума Брахма. Они четыре Брахмачария. И они изучили все шестры от Брахма. Веды, Пураны, Упанишады. Они все выучили от Брахмаджи. И после этого эти четыре сына, Чаттур сан, они сказали своему отцу, «Хэй, Гурадевы, что же теперь мы должны делать? Мы изучили все. И что теперь после обучения мы должны делать? Скажи, пожалуйста, нам». Когда мы находимся в нашей семье, в этом материальном мире, после обучения мы обретаем какую-то работу. И после того, как мы обретаем работу, ваши родители хотят, чтобы вы построили себе какой-то хороший дом. А после этого, когда у вас есть хороший дом, что ваши родители хотят от вас? «О, мой сын, женись! Если ты не женишься, как тогда мы продолжим нашу династию?» Все вы, кто сидит сейчас здесь, вы хотите этого или нет? Вы хотите, чтобы ваши сыновья и дочери женились и вышли замуж? Хотите этого или нет? «Конечно, вы хотите этого!» И таким же образом, в соответствии с этой традицией, Брама сказал своим сыновьям, чтобы они женились и увеличивали популяцию в этом мире. И, услышав это, четыре кумара, они сказали, «О, Питаджи, наш Отец, но ты рассказывал нам так много о Варна-шрамадхарме. Ты рассказывал нам о четырех ашрамах и четырех Варнах, которые описаны в Священных Писаниях, Грихаста, Варна-прастха, Саньяс и Брамачари. Брама, Кшатри, Байша, Шудра. Таковы четыре Варни и четыре Ашрама. Отец, пожалуйста, скажи мне, «Какой же самый лучший ашрам? Брамачари ашрам? Грихастха ашрам? Варна-прастха ашрам? Или Саньяса ашрам? Какой же ашрам является самым наилучшим? Пожалуйста, скажи нам!» И Брамаджи сказал, «О, мои сыновья!» Саньяса является лучшим ашрамом. Когда вы оставляете всю привязанность, тогда вы сможете принять Саньясу. Отправиться в лес и поклоняться Господу Шри Хари является наилучшим. Саньяса ширусим амагам. Саньяса ширусим амагам. Отец, ну скажи нам, пожалуйста, что ты можешь сказать о грихастхе ашраме? «Какова же жизнь домохозяинах?» Драма Джи сказал, «О, мои сыновья, послушайте, грехастая ашрам, он полон страдания». Позже я расскажу вам историю о прохладе Махараджи. На самом деле, грехастая ашрам подобен темному колодцу. Это колодец без воды, полностью высохший. И когда вы будете находиться в этом сухом бездонном колодце, там будут скорпионы, которые будут заставлять вам столько страданий, грехастая ашрам полон страдания. Там нет никакого счастья. Если там какое-нибудь счастье, скажите мне. Нет, там одно страдание. И позже прохладе Махараджи он говорит, «О, отец, грехастая ашрам». Он дает только лишь одни страдания. Он подобен темному, бездонному, сухому колодцу. Там только лишь одни страдания. После рождения ребенка у вас возникает столько беспокойств и переживаний. А ребенок начинает постепенно расти. Ему нужно дать хорошее образование. Возможно, если вы все будете делать хорошо, ребенок, возможно, начнет общаться с нехорошими людьми, начнет воровать. Не у всех детей выходит хорошая жизнь. И потом вам нужно беспокоиться о свадьбе ваших детей. А сейчас, если происходит какая-то маленькая проблема, то люди уже хотят разводиться. Так много страданий в семейной жизни. И это происходит не только в Индии, во всем мире. Бывает, что в семьях люди даже убивают друг друга. Заливают керосином своих супругов и поджигают их. Много таких случаев, много чего происходит в мире. И скажите мне, правда это или нет, что так много переживаний в семейной жизни? Я думаю, каждый из вас ответит да. И на самом деле, до конца своей жизни вы будете переживать за своего ребенка, в каком бы в возрасте он ни был. Бывает, в наши дни сейчас даже воруют людей. Крадут. Воруют детей. И, конечно, вы будете беспокоиться о своем ребенке. И если вы из богатой семьи, то вы будете еще больше беспокоиться о том, что вы ничего не своровали. Потому что могут своровать богатство и даже людей, чтобы потом шантажировать деньгами. Поэтому вы всегда будете переживать. Таким образом, этот мир, он полон страданий. Мы хотим счастья. Но где же найти это счастье? И Брама Джон сказал своим сынам. Я скажу вам честно. Мы должны оставить все. Мы должны поклоняться Господу. В одиночку. Без каких-либо беспокойств. Но не все могут совершать баджин. Это так просто говорить об этом. Но это не так просто следовать этому. Потому что мы должны продолжать те действия, которые соответствуют нашей карме. Я расскажу вам одну историю. Было такое... И там была одна такая комната, которая была очень ярко освещена. И снаружи этой комнаты стоял человек, который объявлял. Один человек должен зайти туда, и он увидит потрясающее представление там. Где-то шестьдесят или шестнадцать срубин. Шесть центов. На хинге-то звучит одна ана. Мы все думали, ну как же туда зайти-то внутрь? Внешне там все было освещено... Лампочками, светильниками, было очень красиво. Но все боялись зайти туда. И был один... А, все, грубо говоря, сказал, что это шесть центов одна ана. Итак, был один лысый человек. Он купил себе билет. И там было одно условие, что только один человек заходит туда. Никто не мог пойти с этим человеком, чтобы увидеть это представление. И только когда этот человек выйдет, тогда только следующий человек может зайти и посмотреть это представление. Итак, был там один очень храбрый человек и сказал, что все, я пойду первым. Он купил билет. И когда он вошел в эту комнату, там было очень темно. И он почувствовал, что он спускается вниз. Там были ступеньки. Было такое ощущение, что он спускается в подвал. И там не было никакого света. Там было так темно. Он не видел даже собственных стоп. Он напугался. Что это за представление такое? И тогда он увидел, что там сидит на стуле один такой полный, плотный человек с большими усами. У него длинные-длинные волосы. И он сидел так важно на стуле. Этот человек, он подошел к этому плотному человеку. Он сказал, о, там снаружи продают билеты по 6 рупий. И сказали, что тут будет такое прекрасное представление. А тут даже света нет. Все темно. Этот мужчина сказал, ну-ка, подойди, подойди сюда. Вот этот с усами большой. Он взял его уши, начал накручивать их. Сильно-сильно-сильно начал. А потом пощачином, да, раз, два, со всех сторон. И пинанул еще его. И сказал, ну-ка, уходи отсюда. И никому не говори, а если кому скажешь, что я тут тебе устроил, я тебя так побью. А еще и убью потом. Поэтому не смей никому говорить. Итак, он вышел. И все уже снаружи стояли и ждали. И все спрашивали, ну что там, что там, как там это представление? И этот человек вышел. И он скажет, ох, если я скажу, правда, я, значит, потратил деньги. Меня там побили, накрутили мне уши. И сейчас что, я вам расскажу, что со мной произошло? Какой стыд будет. И поэтому люди, когда его спросили, что там за такое представление, расскажи нам. Он сказал, ой, красота, боже, как мне понравилось, вы не представляете. Вот это было представление. И каждый человек, который заходил туда, его били, выкручивали ему уши, но никто не говорил правду. Материальный мир именно такой. И семейная жизнь, она также именно такая. Все мы плачем, находясь в семейной жизни. Но все равно вы говорите, что вы там счастливы. Говорите вы так или нет? Счастливы вы там или нет? Скажите мне честно. Поднимите мне руку, хоть один. Хоть один сумасшедший поднимет руку или нет? Вы плачете и плачете. Как страдаете? Но все равно вы говорите своим сыновьям, иди и женись. Хотя вы сами страдаете от семейной жизни, вы желаете своему сыну такого же. Что я хочу сказать этим? Мрагма, он сказал своим сыновьям сначала, вы должны жениться. Но четыре кумара, они сказали, О, отец, ты сказал, что у Саньяса Дхарма, она наивысшая. У Саньясы нет никаких привязанностей. Он течет, как вода, без препятствий. Даже если на пути воды есть какое-то препятствие, она приостанавливается на секунду и тут же течет дальше. Саньясы полностью свободные личности, у которых отсутствуют какие-либо привязанности. Они принимают прибежище лишь у Господа. Таким же образом, четыре кумара в конце они сказали отцу, мы примем Саньясу и растворимся в Брахме. И тогда четыре кумара начали медитировать. Они хотели свиться с Браманами. Они закрывали свои глаза и медитировали на это. Ахам Брахма Асми. Ахам Брахма Асми. Я Брахма. Я сольюсь с Брахмой. О, Брахма, Ты наивысшая. Они повторяли эту мантру. И Брамаджи, он увидел это, что четыре сына, если не отправятся в Брахмаджиоте, они никогда не вернутся обратно. И тогда Брахма начал молиться Господу Вишне. Он сказал, О, Господь Вишня, пожалуйста, защити моих сыновей. И, услышав молитвы Бхагавана, услышав молитвы Брахма, Господь Вишну, он направил аромат туласи, предложенный его лотосным стопам, в сторону четырех кумаров. И запах от туласи, который был предложен лотосным стопам Господа, обладает невероятным ароматом. И тогда, когда четыре кумара, они почувствовали этот запах, они тут же побежали на Вайкунхи. Четыре кумара, они были очень красивыми. Они были как пятилетние брамачарии. Они были очень красивые. Четыр сан. И они достигли дверей Вайкунхи, когда они пришли туда. Там было два И там стояло два охранника. И они остановили их. Они сказали, ага, куда это вы направились? И они сказали, мы хотим прийти, встретиться с Бхагаваном. Зачем бы мы еще пришли на Вайкунху? Допустим, если вы придете в храм, кто-то спросит вас, почему вы пришли? Что-то, вы скажете, что за глупый вопрос вообще? Я пришел получить Даршин Бхагавана. Мы приходим в храм для того, чтобы получить Даршин Бхагавана. И поэтому Четыр сан также ответили. Мы пришли для того, чтобы получить Даршин Бхагавана. И Джай, Виджай, охранники на дверях ответили Даршин Бхагаван Бхагаван это Верховный Господь всей Вселенной. И вы пришли вот в такой одежде, практически обнаженные, с одной набедренной повязкой. Уходите отсюда. Тогда Четыре Кумара, они разгневались. Вы выступаете препятствием на пути того, чтобы получить Даршин Господа. Это демоническая природа. Отправляйтесь в материальный мир и получите тела демонов. Итак, Четыре Кумара, они прокляли Джай и Виджай. Отправляйтесь в материальный мир и получите тела демонов. Итак, Своим Бхагаван Вишну он пришел и очень смиренно сказал Четырем Кумарам. Послушайте, оскорбление моих слуг это мое собственное оскорбление. Бхагаван Вишну он извинялся поэтому Четыре Кумара очень засмущались. Им стало стыдно. Но Господь Вишну продолжал. О, Четыре Кумара то проклятие которое Вы дали Джай и Виджая это не Ваша ошибка. На самом деле в моем уме было одно желание Нагаван сказал Однажды я сидел один и я размышал над тем что я совершил уже все расы я насладился всеми расами Нас Исааки Вацаны Мадурии но я не насладился вирья расой Я не насладился вирья расой но на Вайкундхе никто не будет сражаться со мной почему потому что на Вайкундхе все думают что Господь что Вишна является Господом кто будет сражаться со своим поклоняемым Божеством и поэтому я думал над этим как же я могу насладиться вирья расой это говорит Вишна Четырем Кумаром но мои два охранника на воротах Джай и Биджай они такие сильные если каким-либо образом они попали бы в материальный мир и заполучили бы тела демона тогда я бы так смог спуститься на землю для того чтобы освободить их и я смог бы сразиться с ними и насладиться вирья расой таково было мое настроение и желание моего ума тогда мгновенно Йога Майя она вошла в ваши уста и поэтому вы прокляли Джай и Биджай и поэтому О4 Кумара это не ваша ошибка и так Джай и Биджай они трепали кодусным стопам Господа они начали плакать и сказали О Джай и Биджай припали к стопам они сказали О Господь как же мы подел материальный мир без тебя но Вишна сказал О Джай и Биджай послушайте меня я скажу вы можете вы можете вы будете находиться три жизни в материальном мире как Хираньякше и Хираньякше в Сатье Югу вы будете присутствовать я приду а вы будете Рауна и Кумбакарне И третий раз в Двапара-югу я приду, как Кришна, а вы придете, как Шишупал и Дандаватра. И таким образом, в течение трех жизней вы будете демонами, и после этого вы снова получите положение, изначально свое положение джаи и биджаи. И для того, чтобы защитить слова Господа, джаи и биджаи, они приходят как Хираньякши и Хираньякши в материальный мир. Тогда Своямбхагаван приходит как Варахадэ и убивает Хираньякшу. Своямбхагаван рассказывает эту историю. И в седьмой песне, Своямбхагаван, он говорит Хираньякшу. Он рассказывает о том, насколько Хираньякши был могущественным. И его брат Хираньякши, когда он был убит Варахадэвом, Хираньякшу подумал, «Я должен убить того, кто убил моего брата, а это Вишну. Я отомщу ему Хираньякшу. Он подумал, как же я могу отомстить Вишну?» И тогда Нарадариши сказал, «Послушай, если ты хочешь убить Вишну, тогда сделай одну Вишну. Ты должен обрести бессмертную форму, потому что Господь Он бессмертен. А иначе ты просто не сможешь убить Бхагавана». И тогда Хираньякши сказал, «Ну как же я могу получить обет бессмертия?» И он сказал ему совершать аскезы для Брамаджи. И тогда Хираньякши тысячи лет совершал тяжелые аскезы для того, чтобы удовлетворить Брамаджи. Он стоял на большом пальце одной ноги и подняв одну руку вверх. В такой позе он стоял и повторял, «Ом Браманэй Намаха». Тогда произошло что-то удивительное. Йога Майя проявилось в форме попугая. И иногда попугай говорил, «Ом Вишнавэй Намаха». И Хираньяка Шипу он повторял, «Ом Браманэй Намаха». И тогда Хираньяка Шипу он повторял, «Ом Браманэй Намаха». И тогда он сбивался с толку и также повторял, «Ом Вишнавэй Намаха». И тогда он рассказал своей супруге Каяду все. Он сказал Каяду. Я медитировал на Браманэй Намаха, но случайно в моей медитации я повторил «Ом Вишнавэй Намаха». И в этот момент Хираньяка Шипу он дал рождение ребенку. Он, да, они изучали ребенка с Каяду в этот момент. Это называется Гарбас Амскара. Если Браманам Макараш был преданным, вы можете задать такой вопрос. Как же так получилось, что он родился на этой демене? Когда Хиранья по Шипу он встретился с Каяду, это значит, за счет ребенка, он памятовал Вишну. Поэтому ребенок получился преданным. Каяду забеременел, Хираньяка Шипу оставил ее, и снова Хираньяка Шипу начал медитировать на Браму. И снова и снова он повторял одну и ту же мантру. Тогда Брама же проявился перед ним и сказал «Проси любое благословение». И Хираньяка Шипу сказал «Я хочу быть бессмертным, я не хочу никогда умирать». И тогда Господь Брама сказал «Кто, кто родился в этом мире, он обязательно должен будет умереть». Но Хираньяка Шипу сказал «Нет». Брама же, я хочу обрести бессмертие. Брама же сказал «Извини, но это невозможно, я не могу дать тебе бессмертие». Тогда Брама же, он ушел. Но есть еще один момент, когда Каяду забеременела, Индра. Он подумал «О, Каяду забеременела». «Я не хочу, чтобы сын Каяду своровал мое положение на сваргалоке». И тогда Индра, он своровал Каяду. Индра хотел убить Каяду. «Если нет флейты, говорят в Индии, то нечего будет делать и флейту». Поэтому Индра, он своровал Каяду. И Нарадам вмешался в эту историю. И тогда он сказал «О, Индра, что ты делаешь?». Он сказал «Я хочу разрушить всю династию Хиранья Кашипу. Каяду, сейчас она забеременела». «Я хочу убить Каяду». Нарадариша сказал «О, глупец Индра, ты не знаешь, что в Лоне Каяду великий преданный Махабхагавата. Шудга, Ваишнава, чистый, преданный». Преданный Господу. Если ты убьешь Каяду, ты потеряешь все свое царство, всю сваргу. «Эй, Горудева, что же я должен делать теперь?» Я уже своровал Каяду. Тогда Нарада сказал «Ты можешь оставить ее в моем ашраме». И тогда Каяду, она находилась в ашраме Нарадариши. И Нарадариши, он рассказывал всю Бхагават Кадху, ребенку, который находился в Лоне Каяду. И позже дети в школе спрашивали про Хлада, «Откуда ты узнал эту красивую Бхагават Кадху? Ведь ты так же, как и мы, родился в семье демонов». Наш гуру никогда не рассказывал нам об этом. И тогда про Хлада Мухараш сказал «Эй, мальчики демоны, послушайте, когда я был в Лоне моей матери». Лоне Каяду, мой гуру Дев, Нарадариши, он рассказывал Харикатху моей маме. И я из Лона моей матери слушал всю эту Харикатху. Это так же называется Гарбасанскара. В индийской культуре это описывается. Если ребенок, находясь в Лоне, слушает Бхагават Кадху, если беременная девушка слушает Бхагават Кадху, тогда ребенок, он будет очень хороший. Нет никаких сомнений. И такая мать будет благословлена, и этот ребенок будет благословлен. Если родители этого ребенка будут слушать Бхагават Кадху из лотосных ус саду, но если мать, она беременная, пьет алкоголь, курит сигареты, занимается глупостями, тогда ее ребенок будет таким же. Он будет вором и плохим человеком, будет разбойником. Нет никаких сомнений, шастры объясняют это. Древняя культура, она такая, и это называется самскары. Впечатления. Ребенок, находясь даже в Лоне матери, он обретает те или иные сомскары, впечатления. И мать должна взращивать хорошие мысли в своем уме, когда она беременна. А иначе ребенок может родиться демоном, он может даже поднимать руку на собственных родителей и даже убить своих родителей. Но если вы дадите хорошие сомскары своему ребенку, тогда ребенок вырастет прекрасным человеком. Все, что мы учимся, все, чему мы учимся с детства, в первую очередь мы перенимаем поведение матери и отца. Ребенок смотрит в первую очередь на маму и на папу. И это все дает самскары в ум этого ребенка. Это происходит естественным образом, это правда. Если вы предлагаете поклоны своей маме и папе, тогда вы сможете достигнуть совершенства в том, что вы хотите. Поэтому в индийской культуре говорится, что бы вы не собрались сделать, сначала предложите поклоны своим родителям, что бы вы не захотели начать делать. И тогда вы будете способны достичь совершенства в этом деле. Это дело уменьшается успехом. Царь, он является олицетворением религию и райских планет. Человек, который уважает своих родителей, никто не может остановить этого человека, тот, кто был благословлен его родителями. Это правда. Вы можете видеть, как много примеров в этом. Позже я вам расскажу, как Кришна и Баларам. Все, что бы они ни делали, в первую очередь они предлагали поклоны Девки и Васидеву. Они предлагали также поклоны Нанди и Шоди. Это наша обязанность. И Рамачандра, он также предлагал поклоны своему отцу. Мы можем наблюдать совершенное поведение Рамачандра и он следовал этой традиции. И поэтому, как Прохлада Махарадж, он стал таким великим, преданным. И благодаря тому, что он был рожден в демонической семье, до сих пор все помнят его имя. Хирани Кашипум снова и снова молился в Брахме. И в Брахме он сказал, хорошо, проси одно благословение, но я не могу дать тебе бессмертие. Об этом проси о чем-нибудь другом. И тогда Хирани Кашипум, он сказал, хорошо, гей, оно замерзает в зимнее время. И поэтому вы не сможете взять гей своим пальцем. Вам немножко нужно подогреть палец, тогда вы сможете достать его оттуда. И тогда Хирани Кашипум подумал, хорошо, он не может дать мне бессмертие, но так или иначе я пытащу из него это благословение. И Хирани Кашипум сказал, хорошо, Брахме, дай мне другое благословение. И тогда он ответил, хорошо, проси, что ты хочешь. Он говорит, хорошо, я хочу, чтобы меня не смогли бы убить днем и ночью. Тогда он подумал, если не днем и ночью, когда тогда я смогу убить? Я не хочу умереть ни на земле, ни в небе, ни от одного оружия. Тогда Брамаджа, он давал все эти благословения. Я не хочу умереть ни от руки, ни одного, ни от руки демона, ни от руки любого живого, ни от человека. И Брамаджа, он давал благословения. И Брамаджа, он давал благословения. Не от животного. Он дал ему все эти благословения. И тогда Хирани Пашипум, он вот так засмеялся, ха-ха-ха. По сути, я стал бессмертным теперь, получив все эти благословения. Потому что если человек умирает, то он умрет днем или ночью. Но я не умру ни днем, ни ночью. Я не умру ни на земле, ни в воде, ни в небе. Я говорю, где тогда я умру? Я не умру ни в один из месяцев. Сколько у нас месяцев? Двенадцать. Я не смогу умереть ни от одного оружия, ни в один день из недель. Я не смогу быть убит ни одним оружием, ни демоном, ни полубогом. И Хирани Пашипум был так счастлив. Он сказал, теперь я бессмертный. Как же меня кто-то теперь сможет убить? Никто не сможет убить меня. Я сейчас разужу все храмы Вишна. Всех саду. Убить всех коров. Потому что это молоко предлагают Шиви и Вишну. Наши воратри предлагают молоко Шиви. Поэтому убить всех коров, которые дают молоко. И у кого нет, должно быть никаких фотографий Вишну в их доме. Должна быть только еще одна фотография. Должна быть фотография Хирани Кашипу. Другие говорят Хирани Кашипу и Джей. И все сказали Джей. Но никакого Джей. Хирани Кашипу сказал, только будет один Богован. Теперь Хирани Кашипу Богован. Никаких Вишну храмов. Никаких саду. Никого. Один. Только Хирани Кашипу Богован. Вся армия Хирани Кашипу. Она бегала. И вот так. Хирани Кашипу. И все, кто читали Веды, им тут же отрубали головы. Никаких садов, никаких святых не должно быть здесь. Такова природа демона. Падмапурана и Египта объясняют. Есть два вида людей в этом мире. Люди с природой полубогов и люди с демонической природой. Хирани Кашипу говорил, есть только один здесь Богован. Это Богован Хирани Кашипу. Я бессмертный. Я сам Господь. Хирани Кашипу так размышлял о себе. И он начал совершать много плохих деяний. Хирани Кашипу. Хирани Кашипу. Он родился из двойной своей матери. Хирани Кашипу. Хирани Кашипу, когда он пришел к своей супруге, он увидел своего ребенка и был очень счастлив. Ребенка назвали Прохландом. Он был очень красивым. Он был очень разумным. Хирани Кашипу отправили в демоническую школу. Там был учитель Шукра Ачари. А кто же учитель полубогов? Брихаспати. Гуру полубогов. А Шукра Ачари был гуру демонов. Но в то время его не было в школе. Но у него было два ученика. Гуру на маяке, пожалуйста. Шона значит, бык. Тот, кто только ест, заводит детей и ничего больше не делает. даже испражнения быка не имеет никакой ценности и второго звали знаете а марка что такое марка это обезьяна обезьяна всегда голая и глупая если вы отправитесь во вриндаму рядом с его кунжем если вы будете проходить там в очках то обезьяна тоже сворует ваши очки сейчас они воруют если обезьяна ворует очки если вы не дадите ей есть такой в индии сок называется прути манговый сачок маленький за 10 рублей если не дадите ему она не отдаст вам очки один раз также случилось обезьяна запрыгает вам на плечо тут же заберет очки и убегает это происходит очень быстро вы даже не успеете заметить если вы тут же не дадите им этот фрути сок то он то это обезьяна просто сломает ваши очки и все сейчас обезьяны сейчас то уже умные стали если вы дадите им один сачок они мне дадут вам очки они один берут сачок в одну лапку и жду второй если дадите второй тогда они отдадут вам очки это было два ученика шикар чари и хирани кашипу он отправил своего сына обучаться у этих учителей и через несколько месяцев забрал прохладу махараджа обратно сказал прохлада ты жил в доме гуру чему же ты научился то это прохлада махарадж сказал о мой отец лучший из демонов о мой отец лучший из демонов если кто-то назовет вас магатма великая душа или джентльмена вам конечно понравится но если кто-то назовет вас демон и скажет эй демон иди сюда вы конечно разгневаетесь если даже человек демон то ему не понравится что его назовут демона но проклад он назвал своего отца асуре варья варья значит лучший то есть лучший из всех демонов послушай пожалуйста чему ты обучился в доме своего гуру сказал этот мир он полон страданий этот мир полон беспокоит вы беспокоитесь о чем-нибудь или нет конечно каждый день самого утра вы тоже видите много чеков на вашем столе на воду на электричество обучение вашего ребенка сколько денег вам это нужно платить допустим из-за карантина ваша фабрика была закрыта теперь вы не знаете чем платить так много страхов что воры украдут что-то из вашего дома если вы получите немного больше денег чем обычно то вы будете думать что все воры они охотятся за вами преследуют вас политики они просят пожертвования все говорят дай мне дай мне дай мне все просят денег но так или иначе у вас какое-то ограниченное количество денег ваши деньги это не как океан не как воды в океану если все будут приходить к вам просить деньги если вы не дадите им денег они подставят пистолет вашему городу в этом мире все несчастливы в этом мире вы обязательно беспокоитесь о своем сыне о своей дочке о дочери вы беспокоитесь даже больше чем о сыне так же потом позже беспокойтесь о своем мужа или о своей жене беспокойтесь о денег беспокойся 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 это как огонь вы сгораете в этих беспокойствах и прохлада махарадж он говорит татсад хумани асура варя дейхана асад мы беспокоимся о глупых вещах однажды нам придется оставить все это и уйти из этого мира вы храните все храните все в своем ящике деньги но однажды вам придется все это оставить помните я уже рассказывала вам что у человека есть трехэтажный дом сначала он живет на третьем этаже затем на втором потом постепенно он касается на первый этаж со временем потому что уже тело не такое крепкое сначала он жил на третьем этаже я уже шутил на эту тему затем он перемещается на второй этаж это называется дотал то есть это на хинди чисто шутка потому что в момент смерти когда человек оставляет свое тело то ему на глаза кладут листочки тулоси и поэтому последний этаж который уже является землей называют тулоси то есть значит что все вы оставили тело и вас теперь сожгут да 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 возможно всю свою жизнь проведете в том чтобы заработать деньги и будете просто спускать все эти деньги на наслаждение но порой бывает просто так много денег и неожиданно у вас появляется болезнь такая как диабет допустим и тогда для вас запрещены многие продукты и вы не можете есть вкусную еду несмотря на то что у вас так много из-за того что у вас есть такая болезнь вы не сможете наслаждаться едой вы не сможете есть чипати из большего сорта муки вам придется есть очень чипати из грубой муки здесь они вообще не ценятся что бедный человек не способен есть ничего поесть и бывает что богатому человек не может ничего поесть потому что просто из-за его болезни ему запрещено это много разбойников он бывает залазит в дома и воруются в какой-то стране найроби это африка где-то этот регион так там так много разбойников и воров а в индии тоже много не меньше 10 так много криминалом как или иначе многое происходит в мире поэтому есть какой-то знаменитый доктор он хотел отправиться в америку потому что там есть security охранники а здесь могут своровать врача сына могут своровать и потом просить за выкуп этого человека много денег поэтому многие люди отправляются другие страны чтобы и смогли защитить и так про главный махарад говорит свою отцу что семейная жизнь подобно темному сырому нет сухому бездонному колодцу поэтому нужно оставить все и отправиться совершать баджин в лес хирани кашипу услышал это он сказал о ма сын прохлада ты произнес имя моего врага вишну хирани кашипу что он сделал он скинул прохлада со своих коленей уходи ты повторил имя моего врага вишну почему ты произносишь имя моего врага все сказали о царь это же всего лишь маленький ребенок прохлада он ничего не знает он не знает кто врага кто здесь кто друг он знает не знает это пожалуйста прости его и тогда он сказал хорошо давайте снова отправим его в школу гуру тогда хирани кашипу он снова отправил прохладу махараджа в школу своего гуру не после обучения через несколько дней хирани кашипу он снова позвал прохлада хорошо прохлада расскажи мне чему ты научился в доме своего гуру прохлада махарадж сказал о отец я выучил научился лучшему знанию шраваном кирта вишну с мараном шраваном кирта вишну с мараном прохлада махарадж сказал о отец я находился в доме своего гуру я выучил 9 лимбов бхакти он прославил качество господа и святое имя я слышал обо всем этом говорил прохлада махарадж тогда хирани кашипу еще больше разгневался что? снова ты произносишь имя моего врага? ну тогда прохлада махарадж тогда хирани кашипу он пытался многим хотел не убить прохлада махарадж он подумал что вскрытым образом вишну пытается разрушить моё царство мою династию с помощью прохлада махараджа для того чтобы разрушить мою династию вишну сейчас использует этого ребенка так же как для того чтобы пробить дерево использует топор сейчас вишну использует прохлада махараджа как оружие для того чтобы разрушить всю мою династию и тогда прохлада хирани кашипу он спросил а прохлада махараджа скажи мне пожалуйста неужели они научили тебя в школе бхакти тогда прохлада махараджа дала прекрасный ответ как гуру может дать нам учение как он может дать нам знание они глупцы у них даже их ум не направлен по отношению к господу они сами полностью погружены в чувство ненаслаждения в семейную жизнь как бы они могли дать мне это знание как бы они могли дать мне это знание и прохлада махараджа он сказал так же как слепой человек он не может сопровождать слепого человека не может показать ему дорогу так же человек не обладающий знанием не может дать этого знания если гуру он сам слеп что он может дать своему ученику он полностью привязан к чувственным наслаждением как же он может дать истинное знание своему ученику если учитель он связан веревками семейной жизни материального наслаждения как он сможет помочь своим ученику они оба упадут в яму кто может сопровождать слепого человека тот у кого есть глаза у кого есть зрение и этот человек который обладает зрением и есть истинный гуру который может вывести с лица своего ученика из невежества и даровать ему истинное знание ну тот кто жует пережеванное тот у кого нет вкуса кто-то страдает в этой материальной жизни как же такая личность может обрести счастье и как она может чему-то научить другому и Прабхада Махараш сказал а мой отец а Марка он не смог дать мне хорошее знание когда Хираня Кашипу сказал Сандея Марка когда он спросил Сандея Марка вы ничему не научили его? но они ответили о царь мы не учили ему его этому он сам каким-то естественным образом обрел это знание и тогда Хираня Кашипу сказал лучше я убью Прохлада потому что если нет бамбуковой палки тогда не будет и флейты и поэтому Хираня Кашипу он пытался убить Прохладу Махараджа различными путями он бросал его в яму со змеями которые даже не тронули его он бросал его под ноги бешеных слонов которые также не наступали на Прохладу Махараджа он пытался напрямую отравить ядом Прохлада Махараджа но этот яд он никак не действовал на него сестра Хираня Кашипу Халика она обрела благословение что она не будет убита от огня и она взяла Прохлада с собой и села в огонь в итоге она сгорела там а Прохлада Махараджа не тронул огонь Хираня Кашипу бросал Прохлада в океан но с ним также ничего не произошло он пытался убить Прохладу Махараджа различными путями но у него ничего не получилось потому что как я уже говорил что если Господь захочет спасти вас то никто не сможет убить вас если Господь захочет убить вас то никто не сможет защитить вас поэтому Прохлада находился всегда под защитой Господа и по этой причине Хираня Кашипу никак не мог убить его Прохлада он дает это учение что в нашей жизни есть только одно прибежище и это Бхагаван только Бхагаван сможет защитить нас атеисты не верят в Господа но шастры объясняют у нас должна быть вера в Бога что в Прохладе Махараджа он увидел что Прохлада Махараджа невозможно убить и тогда он снова поместил своего ребенка в школу своего гуру но несмотря на то что он пробыл там он все равно продолжал отдавать только Ишхари Кадху Прохлада Махарадж он рассказывал всем одноклассникам то что они должны совершать Бхагаван потому что человеческая форма жизни очень редко человеческое тело очень редко и так же оно временно оно может умереть в любой момент так же как эти воздушные шарики у нас лопаются здесь так же и тело жизнь может оборваться в любой момент мы можем оставить это ценное редкое человеческое тело и поэтому Прохлада Махараджа сказал о мои друзья послушайте вы должны совершать Бхагин уже с молодого возраста это тело оно настолько редкое человеческая форма жизни невероятно легка после миллиона миллионов рождений Господь дал нам эту возможность родиться в человеческой форме жизни для чего? для того чтобы совершать Бхагин нет никакой другой причины если вы получаете человеческую форму жизни и не совершаете Бхагин то ваша жизнь бесполезна через миллионы рождений вы получаете это тело и нет никакой гарантии что в следующей жизни вы так же получите человеческую форму жизни Тот, кто обладает разумом он начинает совершать Бхагин уже с раннего возраста если вы не совершаете Бхагин сейчас то вы не сможете совершать Бхагин и в пожилом возрасте скажите мне возможно ли совершать Бхагин в пожилом возрасте? нет потому что вы будете чувствовать много боли в вашей спине у вас будет болеть голова поясница много различных болезней появится постепенно один за одним ваши зубы выпадут волосы станут седыми сейчас у вас только начинают сидеть волосы вы можете их сейчас покрасить но когда ваши волосы полностью станут седыми как у меня что вы там сможете положить на их? чем вы там покрасите? чем вы их закроете? что вы полностью покрасьте свою голову? ваши зубы все выпадут и вы не сможете уже так четко видеть какова природа вы не можете остановить ее все наши чувства постепенно постепенно они перестанут работать ваши глаза они не смогут видеть так четко и вы даже не сможете так дышать как дышите сейчас вам будет сложно дышать зубы один за другим выпадут вы будете хотеть есть но вы будете неспособны сживать вот как гордо показывает вы будете вот так деснами будете что-то там сживать пытаться и до этого я уже говорил что вы должны оставить вам придется оставить все и вы просто умрете и вы умрете один поэтому нужно повторить святое имя Бога поднимите ваши руки если вы любите Раму хотя бы однажды повторите имя Раму Аджамила Аджамила сына Аджамила звали как Нарайна он назвал его имя в момент смерти и куда он отправился на Вайкунху Аджамила всего лишь назвал имя своего ребенка Нарайна и отправился напрямую на Вайкунху поэтому если вы получите мантру издикшу адгуру и будете повторять святое имя куда вы отправитесь после смерти прохлада Махарадж говорит Каумарам Аджамила Дарман Бхагаватан Игар вы должны начать свой байджин уже с раннего возраста с самого детства потому что человеческая форма жизни она временная и очень редкая поэтому вы не должны упустить этот шанс когда ваше тело умрет когда вы оставите это тело никто не дает вам гарантии только в этом теле вы сможете достигнуть Господа только в этом теле вы можете совершать байджин и прохлада Махараджи говорил о, мои друзья мои одноклассники послушайте совершайте байджин и тогда все ученики в этой школе они сказали о, мы также родились в демонических семьях но как же ты обрел бхакти тогда прохлада Махараджи сказал Сиана Иамарка Иамарка они не учили меня это на самом деле это рассказал мне мой истинный гуру Нарадариши когда я был в лоне моей матери тогда мой гуру он дал мне это учение истинный гуру он на самом деле дает истинное наставление истинный гуру дает истинное наставление кто является истинным гуру тот, кто дает истинное наставление от своего ученику тот, кто обладает даттва гьяна и шестра гьяна тот, кто обрел реализацию у кого есть бхакти тот, кто является истинным гуру в романе нашим прохлада Махарадж он дает очень важное наставление ученикам в своей школе и тогда ученики Амарка они сказали Хирань Кашипу что большая проблема надвигается на нашу школу раньше там был один преданный прохладам Ахараш а теперь все ученики в нашей школе они также становятся преданными по его наставлениям он дает плохие наставления всем знаете, если одна гнилая картошка лежит в мешке с другими картофельными если будет 50 кг картошки и вы получите всего лишь одну гнилую картошку тогда через несколько дней вы увидите, что остальные картофельные они также сгнили и плохое общение оно такое вчера или позавчера я говорил уже об этом вы должны оставить плохое общение асад санга тяг вы должны оставить плохое общение такова концепция священных писаний и один саду он также способен сделать из других людей саду санго допустим общение с Нарадариши Нарадариши такой святой он способен сделать из других людей также святыми потому что саду он действует всему, что он говорит тот, кто не следует тому, что он говорит как же он может давать наставления другим тот, кто не ставит тилок сам как он может наставлять других ставить тилок что, они будут ставить тилок или нет? сейчас многие люди пришли с тилоками мне это очень нравится спасибо большое пожалуйста, не поймите мне они правильно но об этом говорят священные писания шастры объясняют те, кто ставит тилок на свой лоб те, кто не ставит тилок на свой лоб те, кто не носят тилок на шеи тот, кто не хранит Господа в своем сердце они повторяют святое имя шастры объясняют, что они подобные животные не поймите меня неправильно но это описывают шастры поэтому я молюсь за всех вас пожалуйста, ставьте тилок на свой лоб есть четыре Вашнама сампродаи вы можете ставить тилок из любой сампродаи если вы следуете шри сампродаи можете поставить этот тилок если вы следуете Гудия сампродаи мы ставим вот такой тилок если из Рамануджа сампродаи так или иначе вы должны поставить тилок из Вашнама сампродаи такова концепция священных писаний и на вашей шее должны быть Кантималы Туласи мало Туласи она необычная она напрямую Вринда Дэйви она пришла из нитя Галука Вриндаваны в форме Туласи если у Вас есть Туласи Мала Кантимала на Вашей шее тогда после смерти вы не отправитесь на Ямалоку вы отправитесь напрямую на Байконтку я скажу Вам честно шастры они приводят так много доказательств этому если у Вас есть золотое ожерелье все Ваши все на Вашей семьи они снимут Ваше золотое ожерелье продадут его и разделят деньги и сожгут Вас без этого ожерелья но если у Вас будут туласи на шее кому они нужны поэтому пожалуйста мои сестры и матери я молюсь и прошу Вас всех пожалуйста носите туласи на Вашей шее это дает Вам гарантию что если Вы носите Кантимала на Вашей шее тогда Ямадуты не смогут коснуться Вас после смерти посланники Ямараджа они накинут веревку на Вашей шее и потянут Вас в ад но если у Вас будут туласи на Вашей шее Кантимала тогда они не смогут сделать этого Вишну Крит Вам Вишну Крит Вам значит если Вы не можете совершать не ржалые кадры что хотя бы ешьте фрукты но соблюдайте их поэтому живые существа должны совершать бактеры это то чем учил прохладный Махарыч он увидел что все ученики в школе стали таким как прохлада преданными Господу и он сказал о прохлад ты повторяешь имя Вишну имя моего врага Вишну почему ты повторяешь его имя почему ты произносишь имя моего врага никто не произносит его имя тогда прохладный Махарыч он без какого-либо страха сказал о мой отец Вишну он ни чей не враг Вишну он равен ко всем поклоняешься ты ему или нет Богаван он дает пищу всем кто дает всем пищу Богаван кто дает всем воду так же Богаван откуда исходит воздух так же из Богавана ветер так же из него все дает Богаван какие-то люди думают что он враг или друг но Господь ни для кого не враг он не воспринимает кого-то врагом кого-то другом он равен ко всем о мой отец ты думаешь что Господь твой враг но он не является твоим врагом нет Вишну он убил моего брата говорил Херани Кашипу поэтому я должен отомстить ему и ты сейчас произносишь имя моего врага как ты смеешь ты говоришь Вишну Вишну так где же твой Вишну Прадамахарад сказал о отец Вишну он повсюду Вишну он повсюду одно из имен Богавана и Вишну Вишну обозначает то что он присутствует повсюду в воде в небе он повсюду присутствует во всем снаружи внутри и когда Херани Кашипу спросил и что твой богаван также присутствует в этой колонии когда Прадамахараш сказал конечно он также находится и в колонии и Херани Кашипу он взял в свою голову и говорит почему я не могу видеть твоего Вишну Прадамахараш сказал отец я вижу Вишну повсюду я не знаю почему ты не можешь его видеть но Херани Кашипу сказал почему же я не могу видеть и тогда Прадамахараш сказал ты не пытаешься его видеть поэтому ты его не видишь Ги оно также присутствует в молоке скажите мне так это или нет да Ги оно также находится в молоке но можете ли вы видеть его напрямую в молоке нет но вы должны попытаться увидеть Ги в молоке тогда вы сможете его увидеть для того чтобы увидеть Ги в молоке что вам нужно для этого сделать вам нужно сделать из молока йогу из йогурта сделать масло а из масла уже сделать Чи для того чтобы увидеть Господа вам необходимо совершать баджин повторяйте имя Бога и тогда вы сможете напрямую увидеть Господа ну что скажи мне где твой Господь в этой колонне говоришь тогда он взял булаву и разбил эту колонну и тогда в это же мгновение из этой колонны появился народитель Хады в этой колонне в этой колонне Ихирани Кашипу он напугался кто это что это за огромная форма непонятного существа это был Бхагаван Нарисимхадеев Ихирани Кашипу он попытался атаковать Нарисимхадеева Нарисимхадеев 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 проиграл иногда и так они сражались между друг другом и тогда в конце концов Нарисимхадеев взял и одной рукой он поместил его себе на колени Ихирани Кашипу Ихирани Кашипу и он взял и своими когтями разорвал грудь Хирани Кашипу Ихирани Кашипу кричал Нет, ты не можешь убить меня Я бессмертный Брамыш даровал мне это благословение Что за благословение он дал тебе? спросил Нарисимхадеев Хирани Кашипу сказал Я не могу быть убит ни днем, ни ночью Нарисимхадеев сказал Посмотри, сейчас ни день, ни ночь сейчас 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 закат то есть стык дня и ночи закат ты не можешь ты не можешь убить меня он продолжал потому что я не могу быть убит ни в воде, ни на земле ни в небе Нарисимхадеев сказал ты сейчас ни в воде, ни в небе ни на земле ты на моих коленях что еще еще какое-то благословение у тебя есть он сказал да никто не может убить меня никаким оружием Нарисимхадеев сказал смотри я не убиваю тебя я не убиваю тебя никакими оружием я убиваю тебя своими когтями и что какое-то еще благословение что дал тебе брагма скажи мне я не смогу быть убит ни в какой из месяцев но он сказал сегодня не один из месяцев сегодня дополнительный месяц что за месяц он тринадцатый месяц он сказал я не могу быть убит никаким ни демоном ни богом ни полубогом но он сказал я своим богам лично я Нарисимхадеева он сказал я не могу быть убит ни человеком ни животом Нарисимхадеев сказал смотри я прислал перед тобой формить человека льва и тогда после этих слов он взял и разорвал живот когда богам Нарисимхадеев он начал реветь как лев все полубоги они собрались издалека предлагали свои молитвы и поклоны Нарисимхадееву все полубоги Брахма Шива Нарада Индра даже Лакшмедеви пришла подъехать лет и они сказали Олакшмедеви ты супруга Нарисимхадеева пожалуйста отправь своему супругу и успокой его Ваш Медеви сказал нет 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 сейчас даже я не могу к нему подойти Нарисимхадеева он был очень золый смотрел вокруг он на самом деле выглядит как разъяренный лев который только что разорвал слона и так же Нарисимхадеев он был так разъярён он смотрел на всех и Брахмаджиев он так же смотрел на него он увидел и сказал как ты посмел дать ему такое благословение ты почему даешь такие благословения демонам и тогда Брахмаджи он начал заикаться и он заикался он даже не смог произнести Прабу он просто стоял и говорил п 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 он сказал пожалуйста прости меня но она все подоскала хэй и Ишиуджио тоже очень напугался Нарисимхадеев он так же отругал его и все разбежались все полубоги разбежались и Лакшмедеви она так же напугалась и она сказала о проклад это твой повелитель только ты сможешь успокоить его тогда прохлада махарадж он подошел поближе к Нарисимхадееву и весь гнев Нарисимхадееву он тут же развеялся Нарисимхадеева он посадил прохлада махараджа себе на колени и заплакал и Нарисимхадееву он обладает такой любовью и привязан к своим преданным и он сказал о проклада я пришел так поздно твой отец доставил тебе столько беспокойств боли пожалуйста проси меня любые благословения и когда он ответил о прабу я не бизнесмен ты думаешь я поклонялся тебе для того чтобы что-то получить от тебя нет бизнесмены они поступают именно так вы идете на базар и на 40 руб и вы получаете килограмм сахара какие у вас взаимоотношения только если вы что-то даете вам дают что-то взамен если вы даете деньги вам дают сахар поэтому прохлада махарадж говорит я не бизнесмен я не поклоняюсь тебе для того чтобы что-то получить от тебя если вы что-то и просите Богу то просите о бхакти богатство все материальное придет к вам в соответствии с вашей кармой не нужно просить об этом Бога священные писания говорят что в соответствии с тем какую пуню и какие грехи вы совершали в прошлой жизни вы получите результаты в этой жизни все эти результаты вашей предыдущей кармы они бегут за вами как лошади почему вы несчастны даже если вы не хотите этого потому что это карма с предыдущей жизни вы пожинаете плоды из своей предыдущей кармы сейчас уже в этой жизни это правда если вы доставляли кому-то беспокойство и страдания от прошлой жизни то вы тут же получите результаты в этой жизни на каждое действие есть равное по силе к противодействиям если вы наступите на пыль вы покроетесь с ног до головы этой пылью в чем же значение этого примера если вы доставите кому-то боль страдания тогда вы обязательно получите реакцию от того что вы сделали карма она со многих жизней идет за нами по пятам если вы кого-то побеспокоите это обязательно вернется к вам вы кого-то винить и говорите оооо вот он поступил так со мной несправедливо но на самом деле подумайте хорошо это значит что в прошлой жизни вы доставили ему беспокойство и сейчас вы просто пожинаете свои собственные плоды поэтому все что с вами не происходило плохого это все по вашей вине Вы должны принять теорию Ньютона. На каждое действие есть равное по силе противодействия. Результат обязательно придет. Но когда придет этот результат, я могу сказать вам. Поэтому говорит Бхагавадгидзе, вы совершаете карму, но я дам вам соответствующие плоды. Вы способны совершать карму, но плоды кармы я даю, я дам вам их. Плохие или хорошие плоды придут к вам, это все зависит от меня. Но как же разрушить карму? Только с помощью повторения. Только с помощью святого имени вы сможете разрушить все неблагоприятные плоды своей кармы. Субтитры создавал DimaTorzok Просто примите прибежище у Господа. Этого достаточно. И повторяйте своими устами имя Господа. Совершайте Ему служение своими руками. Служите Господу своими руками. Повторяйте Его имя своими устами. Зачем Господь дал вам устав? Это потому, что вы повторяли Его святое имя. Зачем Господь дал вам руки? Для того, чтобы вы совершали Ему служение. Он говорит, что те планы, которые у Господа есть на вас, то и произойдет с вами. Итак, мы возвращаемся к нашей Катфе на Нарисим Хадеве. Итак, Нарисим Хадева, он сказал прохлада. Пожалуйста, проси любые благословения. Мы прохлада Махараш говорили, мне не нужны никакие благословения. Но Нарисим Хадева настаивал. Проси любые благословения, иначе я не буду счастлив. Он тогда сказал, о Нарисим Хадеве, Богован. Мой отец, я оставил тебе столько беспокойств. Пожалуйста, освободи его. Нарисим Хадева сказал, хепрахлада. Ты Уттама Бхагават. Твой отец уже освобожден. Бхагаватам объясняет, что если преданный Каништа Адхикари, тогда он сможет освободить семь поколений по стороне матери и отца. Если он следует четырем регулирующим принципам, поклоняется божествам, тогда такой Каништа Адхикари освободит семь поколений по матери и отца. Если преданный Мадьяма Адхикари, если вы Мадьяма Адхикари, тогда четырнадцать поколений будут освобождены по линии матери и отца. А если вы Уттама Адхикари, принимаете Саньясу, изучаете Священное Писание, тогда двадцать одно поколение будет освобождено по стороне матери и отца. Нарисим Хадева сказал, ты Уттама Адхикари, твой отец уже освобожден, поэтому проси другие благословения. И тогда Прохлада сказал, о Прохлада, освободи всех живых существ и отправив на райские планеты. Нарисим Хадева сказал, Прохлада, нет никого подобного тебя. Никто никогда не просил таких благословений. Он сказал, гай Прохлада. С сегодняшнего дня, если кто-то услышит эту Катху о Прохладе Нарисим Хадеви, если кто-то услышит ее, я даю слово. Такой человек будет освобожден. Только еще слышал эту Катху. Поэтому вы должны слушать эту Катху. Прохлада Махарар сказал, Прохлада, если ты хочешь даровать благословения, дай мне одно лишь благословение. И он породнес эту Шлопу. Прохлада Махарарарх сказал, Он, Благодаря Нарисим Хадеви, люди в этом мире, они совершают йогу, тапасию, для того, чтобы освободить себя. Они эгоистичны. Но я хочу одно благословение. Чтобы все слушали твою славу, прославляли тебя и были освобождены. Тогда Нарисим Хадев сказал, Я уничтожаю все препятствия на твоем пути. Ты будешь способен проповедовать наше святое имя повсюду. Приводится пример с нашими Ачариями, в особенности Шила Бхакти Веданта Свами Махарараш. Наверняка вы слышали его имя, как Пропхупада. Он проповедовал в западных странах и в Индии. Тысячи и тысячи, миллионы учеников, они все повторяли святое имя. Шила Бхакти Прагьяна Кешао Гасами Махараш. Шила Бхакти Веданта Нараяна Гасами Махараш. Они принимали прибежищу Нарисим Хадева. Давайте сейчас проведем небольшой киртан и продолжим Харикатку. Шила Бхакти Веданта Нарисим Хадева. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 кто-то говорит, что они не могут иметь детей, я всегда говорю, идите к Нарисимхадеву, молитесь Гирираджи. И тогда через год эти люди, они будут способны завести ребенка. Нарисимхадеву Бхактавацаля, он обладает такой любовью и привязанностью к своим преданным. Так же, как Рамачандра, он обладает привязанностью к своим преданным. Так же и Нарисимхадеву, он способен сделать все для своих преданных. Мой Гурдев говорил, когда он был маленьким, и его Гурдев, Бхактистан Тесарасаде Прабхупада, мой Гурдев, вам многослови Махарадж, его Гурдев, Бхактистан Тесарасаде Прабхупада, его Гурдев сказал ему, иди в школу, но он уже постирал свои вещи, и он был в одной гамче, и он не мог не пойти в сырой одежде, и он начал молиться за Нарисимхадеву, и тут же его одежда высохла, в этот день был сильный дождь, но несмотря ни на что, от его молитв, его одежда стала сухой. Поэтому я говорю, что бы ни произошло в вашей жизни, какие бы препятствия ни были на вашем пути, какие бы беды ни проявлялись в вашей жизни, вы должны всегда молиться Нарисимхадеву. У вас должно быть изображение Нарисимхадеву Нарисимхадеву в вашем доме. Если кто-то уже при смерти, покажите ему изображение Нарисимхадеву, и я даю вам гарантию, что он отправится в объект Господа, потому что Нарисимхадеву, Богован, уничтожает все препятствия, и Нарисимхадеву, он сам сказал, «О, Прохлад, я даю тебе слово, что все, кто будут в твоей династии, я освобожду их». Сына Прохлада звали Бирочина, он был демоном, а его сына звали Бали Махарадж. Бали Махарадж совершал огненное жертвоприношение и Адите Нандана. Они совершали огненное жертвоприношение и пришел Ваманадеву. Где у нас тут Ваманадеву Багаван? Пришел или нет? Обернитесь назад, Ваманадеву Багаван тут идет. Джай! У нас там идет Ваманадеву Багаван зонтика. Ой, как красиво! И также на экране у нас Ваманадеву Багаван. Пожалуйста, пройди на сцену. Горда просит пройти на сцену Ваманадева. Ваманадеву Багавану 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 поэтому все что ты хочешь проси меня, я дам тебе все. Брамана Дэв сказал, я не жаден, дай мне всего лишь три шага. Браманы они такие, они абсолютно не жадные. Жадные Браманы они не истинные Браманы. Истинной Браманы не должно быть никакой жадности. Иван Дэв Бхагаван сказал, о сын Кашля Париж, я хочу всего лишь три шага, три шага земли. Я это измерю своими собственными шагами. Я буду просто совершать баджин в этом месте. Иван Махачер смеялся, ты такой маленький, представь какие там твои шаги, они такие малюсенькие. Ты пришел к царю, проси все что хочешь, проси богатства, проси все что ты хочешь. Ты можешь просить 20 деревень, ты можешь просить килограммы золота, проси земли. Что ты будешь делать с этими тремя шагами земли? Он сказал, нет, я Брамана и мне нужно только лишь всего лишь три шага земли. Тогда Бали Махачер сказал, хорошо? Тогда Баман Дэв Бхагаван сказал, сначала до того, как что-то дать, ты должен совершить самкалпу. И там была команда посудка для того, чтобы совершить лечиман. Тогда он прочитал мантру. Он хотел сделать лечиман, но вода не шла из этой горшочки. Но почему? Баман Дэв Бхагаван сказал, о Гору Дэв. Он пришел ко мне, как карлик и просит меня богословения. Он говорит своему Гору Шукрачарьи, представьте, сам Господь пришел и просит меня богословения. Благословение Махарея сказал, глупец, Бали, он глупец, он выглядит маленьким, но он заберет все от твоего богатства. Бали Махарея сказал, Богован, да мне все это, если Богован заберет, нет в этом никаких проблем. Все дал нам Господь, и Господь заберет все это. Мы ничего не приносим с собой, все принадлежит Господу. Господь дал, Господь забрал. А также вы как поклоняетесь Ганге, водой Ганге, ее же воды. И таким же образом Бали Махареяя сказал, Господь дал мне все это богатство и царство, и если Господь захочет забрать это обратно, то нет никаких проблем в этом. Нет никакой ошибки в этом. Но все равно, он шукра-чарья, он шукра-чарья, он не истинный гуру. И он сказал, если он ничего не дает тебе, то ты тоже ничего не должен давать ему. И он вошел внутрь Панчепатри, и он не позволял воде выйти из Панчепатри. И Бали, он не мог сделать очима. И вам надо сказал, о, может быть, листочек просто застрял там, в Панчепатри. Возьми какую-нибудь травинку и очисти носик Панчепатри, павчинчика. И тогда он почистил там палочка, тогда пошла кровь из этого горшочка, потому что он ранил этой палочкой его глаз. Его называют гана-шукра, это значит, что он свет на один глаз, потому что этой палочкой ему проткнули глаз, шукра-чарья. И так, в конце концов, он сделал очиман. Бали Махарадж сделал очиман. И тогда Обама Надеева, одним шагом, приняв огромную форму, он охватил все царство Бали Махараджа на земле, на планете земле. Он проявил свою трилегровую форму, огромную форму. Затем он одним шагом захватил всю, все райские планеты, Сваргалопу. Бали Махараджа, царь Свагравамши, он приносил воду в Камандилы, принося гангу на эту землю. Бали Махараджа, он сказал, я уже взял два шага. Бали Махараджа, он проявился в собрании Бали Махараджа. В это время дочка Бали Махараджа, которую звали Ратна Мала или Ратна Деви, она увидела Обама Надева, и она так привлеклась им. Вот как вы можете видеть на картинке предыдущей, он такой был миленький ребеночек. А он какой милый, она сидела и любопалась им. Если бы этот ребенок был моим, то я бы напоила его собственным молоком, грудным молоком. Эй, дочь Бали Махараджа, Ратна Деви, она почувствовала это желание накормить Бали Махараджа своим грудным молоком. Итак, Бали Махараджа, он забрал все у Бали Махараджа. И тогда он сказал, скажи мне, Бали Махарадж, куда я должен поместить, куда я должен сделать свой третий шаг? Тогда Бали Махарадж сказал, о, Бали Махарадж, я отдал тебе все, но не отдал тебе себя. Поэтому, Эй, Багаван, твои стопы, они так редки даже для полубогов. Поэтому, пожалуйста, поместите свои стопы на мою голову. И поэтому, Ваманадев, поместил его стопу ему на голову и отправил его на святолок. А Ратна Мала, она возмутилась. О, какой обманщик этот Ваманадев, он забрал все от моего отца. Он сказал, что возьмет только лишь... Итак, она говорила, что Ваманадев, он такой обманщик. Я раньше хотела накормить его своим грудным молоком, но теперь я хочу отравить его. Я хочу отомстить ему за то, как он поступил с моим отцом. Но Господь, Он исполняет все желания. И поэтому, ну, пообличалось, что она накормит его своим грудным молоком, но она не сможет его убить, потому что Господь в бессмертии. И тогда Ратна Мала, она проявилась в форме путаны. Позже, возможно, завтра мы обсудим эту историю. И таким образом, Бали Махарадж отправился на святолоку. Вам на Дев дал благословение Бали Махараджу. И Бали Махарадж сказал, что ты отправил меня на святолоку. Но у меня есть одна просьба, чтобы ты также находился в таком, чтобы я мог созерцать твой образ. Много дверей на святолоке. И я хочу, в какую бы дверь я не вошел, я хочу видеть тебя. Когда Ваманадев сказал, о Прабу. А, Бали Махарадж сказал, о Прабу, я хочу получать твой божественный даршин. В какую бы дверь я не вошел. И Багаван Баманадев, он благословил Бали Махараджу. И тогда он отдал... Мать Адити, она молилась Багавану, чтобы обратно вернулись. Багаван, райские планеты. И тогда Господь, Он так и поступил. Багаван, Баманадева, Он пришел в форме Упендры. Он всегда находится там, на сваргалоке. Это описывает Багаван. И так, я хочу сказать Вам одну вещь. Бали Махарадж, если Вы дадите хотя бы одну монетку Ваманадеву, то Ваша жизнь никогда не пройдет бесполезно. Сейчас Ваманадев, он подойдет к Вам. Насколько Вы хотите, даже одну рупию, неважно. Дайте что-то Ему. И тогда Вы никогда не будете в долгу. Поэтому отправься, пожалуйста, в Манадев сейчас и собери пожертвования. Кто-нибудь помогите ему, пожалуйста. Помогите ему, пожалуйста. Если Вы дадите одну монетку, сколько, 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 сколько можете дать вам? Абанадев на прямую, Багаван. Я не говорю Вам сейчас давать свои деньги. Давайте Ему свое настроение. Господь принимает Ваше настроение. Давайте сейчас сделаем небольшой киртан. Я расскажу еще немного об Амбарисе Махараджа. Тогда я расскажу уже о рождении Кришны. Сегодня, возможно, мы задержимся на 10-15 минут больше, чем обычно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И он погнался за Амбариш, чтобы убить его, но Амбариш ничего не сказал. И тогда Сударшина Чакра проявилась в своей кунтхе. И в первую очередь она убила этого демона. Но после этого она начала преследовать Дурвасу. Дурваса, он увидел Чакру, напугался. И начал кричать, Брама, спаси меня. Но Брама сказал, я не могу спасти тебя. Амбариш, он является великим ваишнавом, Махабхагавой, ты совершил такое оскорбление, я не могу защитить тебя. И тогда Дурваса побежал к Шиве, о Шива, о мой отец, Пита Шри, спаси меня. Дурваса, он молился по танцу Шиве. И он начал молиться ему, но Шив же сказал, прости, но я ничего не могу сделать для тебя. Ты отправляйся напрямую к Вишну, потому что эта чакра, она принадлежит именно ему. Тогда Дурваса отправился к Вишну. И тогда Вишну, он сказал, я не могу защитить тебя. Потому что Амбариш Махарадж, он великий, преданный, Махабхагава, то он настоящий саду. Саду является моим сердцем. Я не могу защитить тебя, но ты можешь сделать то, что для того, чтобы спастись. Если в Вашей ступне колючка, Вы не можете достать эту колючку из Вашего плеча. Ваша колючка, эта колючка в Вашей стопе, то есть Вы должны достать ее напрямую из стопы. Не из другой части Вашего тела. В чем значение этого, этого примера? Если ты совершил оскорбление великого преданного, ты должен направиться к нему и попросить у него прощения. Тогда Дурваса отправился к Амбаришу, но Судашняя Чакра до сих пор преследовала его. Когда Дурваса пришел к Амбаришу, Амбариш увидел его с далека, и он за смирением предложил ему пранамы. И в своем уме он думал, о, сегодня Дурваса увидел, что Амбариша такой смиренный. И тогда он сказал, о, сегодня я увидел, насколько смиренный, преданный Господу Вишну. Я совершил великое оскорбление. Но несмотря на это, Амбариша Махарач, увидев меня, предлагает мне пранамы. Когда Амбариша, он подумал, о, Сидхе, он пришел ко мне в дом, и я его приветствовала должным образом. Амбариша, он сказал, что Амбариша, он пришел, и Амбариша, он предложил ему с ним пакет. Амбариша, он сказал, что 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 А Продолжение следует... 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 Продолжение следует...